Здравствуйте, уважаемые слушатели Красного Университета! Сегодня мы начинаем лекцию «Борьба за сокращение рабочего времени». Я думаю, что тема актуальна и на слуху, и даже не просто на слуху, а для очень-очень многих людей, в том числе и слушателей Красного Университета, это очень жизненно важная проблема, потому что в современном обществе люди большей частью перерабатывают, ну и есть, конечно, резервная амитрация, которая, так сказать, вне работы, и вот есть реализация закона, открытого Марксом, абсолютного и относительно обнищения рабочего класса, когда муки чрезмерного труда сочетаются с наличием этой резервной армии, когда люди не могут найти, не просто найти работу, а, соответственно, заработать куска хлеба. Но эта тема и эта проблема имеют более широкие исторические границы, чем только связаны с каплистическим обществом, и поэтому я думаю, что мы рассмотрим все, так сказать, последовательно. Ну и поскольку речь идет о борьбе за сокращение рабочего времени, тут я уделяю два аспекта. Значит, а почему рабочее время должно сокращаться, если это объективная основа, это первое. Второе, а почему надо бороться за сокращение рабочего времени? Поэтому вот думаю, что это следует вопросы разделить. Понятно, что, так сказать, второй вопрос более конкретный, и он предлагает положительный ответ на первый вопрос, что рабочее время должно сокращаться. Ну, напомним, что, согласно, так сказать, взгляду Энгиса, труд создал человека. Это представление разделяется всеми марксистами-леницами. То есть это, так сказать, соответствует историческому материализму. Такое вот положение. И что, если из этого исходить, что не просто труд создал человека, а все социальное имеет свои субстанции, ну, я могу сказать проще сейчас основанием своим, но это не совсем точно. Так вот, все социальное имеет свои субстанции как раз труд. Причем труд вот в точном смысле первоначальном, как предметно-преобразовательную деятельность, то есть как производительный труд. То есть целесообразную деятельность, имеющую своим основным и непосредственным результатом полезную вещь, энергию или их перемещение в пространство. Вот такая деятельность создала человека. Энгис прекрасно показал это, и я не буду пересказывать это понимание. Значит, что вот здесь возникает потребность в речи, то есть развивается сознание и так далее, и так далее. Труд создал человека. И, значит, в общем, это никакое не проклятие, да, что должен человек трудиться, причем производительно трудиться. Это вот, это как раз родовой признак общества. И здесь мы как раз имеем отличие человека от животных, не относящихся к человеку. То есть как раз вот это специфическая родовая деятельность человека. Я к тому, что возникнет вообще вот такая проблема. А почему же, собственно, надо сокращать рабочее время, если вот то, на чем же зиждется человеческое общество, как раз связано с материальным производительным трудом. Но мы к этому еще подойдем. Вот изначально труд уже был настолько производительным, что он поглощал не все время человеческой жизни. Причем не отдельным человеком. Я хотел подчеркнуть, что вот труд-то изначально носит общественный характер. То есть мы не можем представить себе трудящегося человека исторически как изолированного какого-то человека, который потом, может быть, соединяется как одно с другими людьми. Ничего подобного. Труд изначально имеет общественный характер. То есть, так сказать, и вот первобытный коммунизм, как исторически первая форма общества, как раз предполагал, что люди трудятся коллективами, что существует простая кооперация труда. И только и так и мог утвердиться труд, потому что орудия труда первоначально были не настолько развиты, чтобы обойтись без кооперации труда. И здесь вот мы как раз имеем это, опять, такое свойство труда, что он коллективный изначально. Но, тем не менее, он был изначально настолько производительный, что оставлял время для другой социальной деятельности членам общества. Ну и мы знаем, что как распределялось это время, время труда и время высвобоженное вследствие производительности труда. То есть, свободное время общества по терминологии Василия Акчелемеева. Как распределялось? Вот это время распределялось равномерно между всеми. И вот поэтому и говорим о первобытном коммунизме. То есть, все люди участвовали в выполнении производительного труда. Да, там существовало какое, так сказать, разделение труда? Полу-возрастное. То есть, мужчины там охотили, женщины вели домашнее хозяйство. За чагом следили, готовили, приготовили пищу. То есть, тут было. Но это не означало разность социальных, так сказать, классовых ролей. Одним. И все располагали свободным временем, которое использовалось и для досуга, и для участия в управлении. Мы помним, что община, вот такая первобытная коммунистическая община, она предполагала, что все имеют право голоса. Я так понимаю, что все трудоспособные взрослые, скорее всего, да, так далее, все имели право голоса. То есть, это было самоуправление. Все были совместными собственниками и так далее. То есть, все располагали временем за рамками трудовой деятельности приблизительно в одинаковых масштабах. Ну, и надо сказать, что, несмотря на зависимость от природных сил, особенно значимую в это время, все-таки время труда отнюдь не поглощало всего времени каждого индивида. Оно, так сказать, сводилось очень часто к собирательству, и вот по наблюдениям за современными первобытными племенами время собирательства занимало, так сказать, 5-6 часов на взрослых людей. То есть, это не вот тебе столько, сколько сегодня многие трудятся. Ну, другое дело, что приходилось дальше перемещаться, потому что вы здесь собрали, а если вы не выращиваете, значит, надо перейти в новое место. И такое перемещение выраженное тоже означало, что время не является свободным, как время свободного развития. Вот время перемещения. Вот первобытный коммунизм, как мы знаем, сменился формациями общественно-экономической, в которых существовала частная собственность, и, так сказать, частная собственность неразрывно была связана с общественным разделением труда. А почему сменился первобытный коммунизм, так сказать, другими формациями? Ну вот, обратим внимание с вами, что, несмотря на кооперативный характер труда в рамках первобытного коммунизма, орудия труда были индивидуально применяемыми. Копье одно, рало одно, то есть один человек приводил действие. И вот этот индивидуальный характер применяемых орудий, он в конечном счете разложил первобытный коммунизм, конечно, в тех условиях, когда сами эти орудия стали развиваться, и производительность труда выросла настолько, что уже можно было обеспечивать не только, так сказать, самого производителя, да, и членов его семьи, но оставался некоторый избыток. И вот этот возникает прибавочный продукт, который обменивается, а потом, как говорится, что люди, как только начали обмениваться товарами, сами превратились в товар. Вот вам возникает рабовладельческое общество, где этот избыточный продукт присваивается одним классом, классом рабовладельцев, а рабы закреплены за производительным трудом. Вот общественное влияние труда возникает. Ну и здесь мы отмечаем, что вот рабовладельцы уходят из сферы производительного труда, и вся, значит, тяга-то по осуществлению этого труда ложится на плечи рабов. А почему тяга? Да, потому что труд еще не очень-то производительный, да, хотя он выше производительности, чем в условиях право-экономизма. И он, конечно, создает избыток, но этот избыток еще небольшой сравнительно, и поэтому для увеличения этого избытка рабовладельцы выколачивают как можно больше труда из рабов и отношения, значит, между теми, кто вне сферы производства и те, кто заняты вот этим производительным трудом, такое, что один к двум, один к трём. Как мы узнаем, свободные граждане Афины, значит, они свободные две трети от этого общества, хотя они в общество не входили, не считают защиту общества. Значит, и вот здесь уже мы видим, что, сказать, выколачивает что? Прибавочный труд. И вот здесь мы уже видим, что в расчете на одного работника время труда просто чрезмерное, просто чрезмерное. Ну, оно доходило, как историки говорят, до 15-16 часов, и вариации были связаны со временем года, что в светлое время, чтобы там не жесть, что называется, лучину, немножко рабочий день сокращался, очевидно, там, до 15-14 часов, а, так сказать, когда вот в светлое время года, то по 16 часов. То есть, вы видите, выжимали буквально всё, никакого свободного времени не было, да, видимо, были перерывы на приём, принятие пищи и сон, но опять-таки эти акты человеческой жизни, в общем-то, связаны с удовлетворением естественных потребностей, и время по их удовлетворению свинок просто ну, необходимому минимуму. Разумеется, это был трудный износ. Поэтому люди таким трудом загруженные, доживали в среднем до 30 лет. То есть, трудоспособность составляла где-то 14 лет. Ну, потом просто они умирали. Не надо думать, что ведь это вот что-то невидное, что так мало они жили, поскольку, может, чуть избегать плют, когда вот в «Капитале Маркса» рассматривается рабочий день, то рабовладение в условиях 19 века в североамериканских Соединенных Штатах приводило к тому, что людей, значит, изнуряли трудом так, что они в течение 7 лет приходили, что называется, негодность. То есть, вот, потенции рабства, оказывается, в новое время можно было использовать значительно интенсивнее, даже чем во времена античного рабства. Вот надо понимать, что рабы, конечно, боролись, но не столько за сокращение рабочего времени, сколько за, ну, как-то вот, так сказать, освобождение от тягот, но вы знаете, что они связывали свое освобождение с появлением нового вождя, нового царя, ну, и на самом деле, конечно, были не в состоянии уничтожить царевладечество и как таковое, вот с таким чрезмерным продолжительностью рабочего времени. Крепостное, значит, хозяйство в этом смысле был шаг вперед, потому что здесь появилась некоторая возможность работы на себя, и следует регулирование времени, и по необходимости время работы крестьянской семьи включало управление этой совместной деятельностью, потому что крестьянская семья – это не 2-3 человека, как мы сегодня себе представляем, это 2-3 поколения, то есть несколько десятков людей, если мы идем туда поглубже, обменные в том числе и экономической жизни, вот здесь управление просто необходимо. Оно было уже в рамках все, то есть это уже использование экономии труда для целей участия в управлении. В этом смысле, конечно, крестьяне существенно отличались по своему положению, крепостные крестьяне, от рабов. Хотя барщина, это вот, как отмечал Маркс, это прямое разделение труда, значит, на себя и труда, на барина, прибавочного труда и труда необходимого, то есть необходимого, с какой точки зрения, для воспроизводства самого работника и его семьи. Оно пространственное и во времени разделялось. Барщина тоже была, значит, очень тяжелым временем, и хотя, значит, количество дней, это посмотреть, опять я обращаю ваше внимание на примеры, определенных в Капитале, там, в Валахии, то есть в Румынии, так понимаю, 36 дней, казалось бы, как мало, но дальше начинается вычет, потому что день считался за три, вот так они сами, на самом деле, формальный день, а должен выполнить работу, которая равна работе трех дней. И потом там, значит, выходные и так далее, и так далее, то есть Барщина была очень тяжелой, изнурительной, и не случайно, если мы вспомним Евгения Онегина, то Онегин отличался тем, что Еремон Барщина тяжелый, а Броком легким заменил. То есть вот эту эксплуатацию, такую сизаемую зрительную, в этом смысле, легко контролируемую Барином, он заменил Броком, где вот время рабочее уже регулировалось самим крестьянием. И это был, конечно, прогресс. Но, тем не менее, отметим, что и здесь рост производительности труда был очень медленный, хотя и четкий заметный, в рамках, если взять всю эпоху крепостничества, но, тем не менее, в городе развивалась мануфактура, то есть капитализм, который базировался на разделении ручного труда, появлялся, но настоящий переворот, настоящий скачок в развитии производительных сил был связан как раз с утверждением машиноиндустрии. То есть такой кооперации труда, фабрики, которая базируется на использовании системы машин. Да, исторически первой формой фабрики была капиталистическая фабрика. И вот здесь мы что получили? Мы здесь получили освобождение процесса повышения производительности труда от ограниченных физических сил человека. То есть человек перестал быть двигателем, ну и там, можно сказать, мельница или пар могли такую энергию выдавать, что можно было там поднимать тонны и так далее, и уже вот эта физическая способность человека здесь не играла такую роль. И тема задавать машина могла такой, которая человеку была не под силу. И там уже очень много чего было, так сказать, независимо от человека. А самое главное, что вот эти машины могли совершенствоваться на основе накопления знаний, по мере развития науки. А как мы знаем, развитие науки потенциально безграничное всегда ограничено только чем? Ну, уровнем сегодняшнем достигнутых знаний. Это какая граница? Это граница, которая всегда переходит. То есть, мы имеем дело с бесконечностью вот в таком строгом дилектическом смысле, связанной с тем, что всегда граница переходится, и всякие конечные являются лишь моментом этого бесконечного движения. Поэтому здесь повышение производительности всегда пошло вверх, и тут уже можно, ну, привело в итоге, с точки зрения производительных сил. Это привело к тому, что время удовлетворения общественных потребностей в предметах потребления и в средствах производства, это время стало пока еще расти, но расти медленнее, чем экономия труда, то есть, чем время, предназначенное для выполнения других общественных функций, управления, наукой, искусства, здравоохранения и так далее, и так далее. То есть, вот в чем было еще и, в чем было историческое значение промышленного переворота. То есть, открылась возможность для того, чтобы человечество своей потенцией развивало всестороннее. Человечество, пока еще говорю. Но вот увеличение относительное времени, свободного времени общества отнюдь не означало, что увеличивается свободное время самих непосредственных производителей, поскольку вообще закон разделения труда продолжал действовать и сохранялись классы. И вот рабочий класс, ряд промышленных, это как раз класс, который социально-экономически закреплен за выполнением производительного труда. И Маркс, уже мы ближе переходим к тому, что очень хорошо показано в «Капитале Маркса». Маркс показал, что внедрение машин создало стимулы для капиталиста к удлинению рабочего времени, в рабочем времени занятых рабочих. И вот здесь вернулись и к 15-16-часовому рабочему дню. Это был страшный парадокс. С одной стороны, машина экономит труд, но для того, чтобы машина была выгнана, я купила себя, и не простаивала, и так далее. Нужно, и поскольку она еще меняется, значит, она обесценивается в результате изменений, появление новой техники, нужно было как... Можно интенсивнее использовать. За счет чего? За счет использовали, за счет капиталистов. Первоначальные старались, прежде всего, за счет удлинения рабочего дня. И здесь уже Маркс отмечает следующую коллизию. Ну, хорошо. Значит, капиталист приобретает рабочую силу, и как покупатель имеет полное право использовать ее столько, сколько ему нужно. Ну, и дальше, конечно, мы понимаем, что границы рабочего дня, они черчены, нижние границы не определяются с точки зрения, а верхние границы, ну, там тоже вот пределы физических возможностей человека, хотя я сказал пределы, то есть это границы, которые можно преодолеть, но тем не менее понятно, что верхняя нагрузка имеет какую-то границу, которая не преодолевается. Да. То есть вот это интервал продолжительности рабочего дня, нижние и верхние границы. Хорошо, он имеет право использовать, а как рабочий, он же продает рабочую силу, он продавец рабочей силы, а у него какие права, а он должен продавать рабочую силу свою так и заинтересованную такой продажу, чтобы она потреблялась, не нанося ущерб ему, не сокращая его продолжительности жизни. То есть вот это тоже его право, как продавца, чтобы не носился ущерб, потому что он должен продавать не сегодня и завтра, а должен продавать в течение нормальной продолжительности его жизни, чтобы эта продажа обеспечивала и совмещалась с его продолжительной жизнью. И Маркс говорит, что и рабочий, как продавец, имеет такое право, он уже, я имею в виду, Маркс оперирует категориями капиталистического хозяйства, и покупатель, капиталист, имеет такое право, и когда, значит, вот они имеют и то и другое право приходит в противоречие, то как разрешается вопрос? Вопрос разрешается силой. То есть это борьбой. Вот, когда возникает необходимость в борьбе за сокращение рабочего дня, но и такая необходимость, которая, мы знаем, связана с возможностью, потому что бороться за сокращение рабочего дня, несмотря на чрезмерную продолжительность в условиях раблодения, ну, не было никакой материальной возможности, с учетом того, кто и как был организован вот этот непосредственный производитель. А здесь вот, значит, коллективы большие уже, совместный труд, развитый, многотысячный, производственные коллективы рабочих, я имею в виду, хотя коллективизм это такой был еще в рамках только борьбы, а так он внешне для рабочих был в рамках калинистической кооперации труда, потому что это коллектив, кооперация, навязанная капиталистом. То есть, вот когда возникает необходимость борьбы, борьбы за сокращение рабочего дня, потому что противоречие здесь глубочайшее, состоящее в том, что общество в целом, располагаясь все большим объемом свободного времени, а рабочие, созидатели вот этой экономии труда, их труд-то экономится, этим временем не располагают и все более, скажем, имеет нагрузку. Значит, вот разрешите нагрузку, которая сокращает их жизнь, значит, отупляет, убивает все это, прекрасно расписанных капиталей. Вот как сделать так, чтобы возможность развития общества достигалась не в ущерб одной части общества рабочему классу? Вот это нужно было решить борьбой рабочего класса. Маркс, кстати говоря, отмечает, что индивидуальные попытки, индивидуальная борьба здесь совершенно безрезультатна. Вот это вот, надо, наверное, на это обратить внимание современных товарищей рабочих, которые пытаются сказать, ну, здесь мы не получается, ну, пойдем там, там может быть лучше. с точки зрения, значит, продолжительности рабочего времени и прежде всего продолжительности рабочего дня, капиталисты удерживают единую линию, выдерживают. И куда ни кинем, все друг линии рабочего. Поэтому не надо стараться пытаться, так сказать, решить вот такую классовую проблему действия индивидуально в одиночку и надеяться на такое положительное решение. Ну, какие-то исключения бывают, конечно, но вот в массовом порядке такие исключения не могут реализовываться. Значит, разрешается это борьбой. Как может бороться рабочий класс в рамках патриотического общества? Мы знаем, это борьба забастовочная. Забастовочная борьба за сокращение рабочего дня. И напоминаю, что сокращение рабочего дня прежде всего, конечно, вовсе не означает необходимости сокращения заработной платы рабочих. Дело в том, что растущая экономия труда, о которой я говорил в рамках общества, сочетается с ростом выпуска. То есть повышение общественной производительности труда, включая в себя и увеличение продукта, при том, что этот продукт увеличивается быстрее, чем растет численность населения. То есть в расчете на каждого продукт материальный становится больше. Вот он основа общего благосостояния, то есть обеспечения благосостояния и свободного всестороннего всех членов общества. Вот она, экономическая основа. и время растет быстрее, поэтому и время свободное общества растет, и поэтому есть полная материальная возможность для того, чтобы сокращать рабочее время каждого рабочего с увеличением заработной платы. То есть без понижения это точно. Хотя вот такой предарсудок у рабочих есть и был, и который с удовольствием наслаждался и капиталистами, что если вы начнете меньше работать, то значит будете меньше зарабатывать. И капиталисты такой линии тоже проводили, что ну пожалуйста сокращайте рабочее время, но тогда будем меньше платить. Для этих экономических оснований для сокращения заработной платы, еще раз говорю, нет, то есть вполне совместимы сокращение рабочего дня с увеличением свободного времени при повышении заработной платы каждого рабочего, каждого рабочего. Вот забострочная борьба с этими требованиями развертывается, и мы знаем, что она имеет долгую, так сказать, и славную историю. Да, и очевидно, что в рамках отдельного предприятия это очень трудно решит, хотя и так, в принципе, возможно, то есть, вот, когда дело доходит до борьбы за сокращение рабочего дня, выясняется, что здесь капиталисты как-то держат прочнее, чем они держат в отношении заработной платы. и вот здесь уже мы знаем, что очень часто это требует, сказать, становится политическим движением, поскольку это развертывается в рамках государства, и рабочие борются за установление закона, за законодательное сокращение рабочего времени, и прежде всего законодательное сокращение рабочего дня. То есть, вот такое по своему содержанию экономическое требование реализуется в ходе политической борьбы рабочего класса, то есть, обращенного к государству. Ну, и здесь это требование уже, кстати говоря, предлагает некоторую политическую организацию, в конечном счете, эта организация выступает в виде политического ангарда, в виде политической партии, и мы знаем, например, большевики, конечно, за 8-ми часовой день выступали изначально, это было программное требование их тоже, и, сказать, мы знаем, еще раз подчеркиваю, что не знаем, какой уровень зарплаты требовали, очевидно, что он исторически вполне определимый, если поднять документы, но на каждой фабрике был, видимо, свой потолок, и вот рабочий класс и партия не выставляла требований одного уровня зарплаты, да, принцип, конечно, да, за равную оплату, за равный труд, но труд-то был неравный, по квалификации, по условиям фабрики, и так далее, поэтому, а вот то, что требование сокращения рабочего дня до восьми часов, это было общей требованием всего рабочего класса, хотя оно уставлялось в рамках отдельных забастовок тоже, мы знаем, что сокращение рабочего дня обилизи, в том числе, и бакинские шахтеры, пока еще было не восьми часов, а в рабочем, но тем не менее, ограничили, то есть, вот такая интересная судьба у этого лозунга, сказать, этого требования, что он перерастает, требования борьбы отдельных коллективов, становится требованием всего борющегося рабочего класса, международное товариство рабочих этот лозунг выставило, еще раз говорю, что никто не определял, какая должна быть зарплата, там, в фунтах, в рублях и так далее, это вот как-то вот было, так сказать, видимо, неопределимо, хотя Марк сдал ключ, стоимость рабочей силы, вы уж сами определяете, а вот восемь часов это вот для всего рабочего движения был ориентир, общий ориентир, с которым боролись, хотя и сразу успех. Ну, вот эта борьба, как мы знаем, сказать, привела, когда была очень успешной, ну, годы революционного подъема, а почему удивляться, если мы посмотрим состоящую неактивность рабочего класса в 1905 году, об этом есть статистика, приведенная Ленина, в работе Ленина, но она просто колоссальная, один рабочий, там, две стачки в расчете на одного рабочего, в передовых областях, значит, там, и больше того. То есть, если мы сейчас к нашим реалиям обратимся, что там, в лучшем случае, несколько десятков тысяч бастующих в год на там, 30 миллионов рабочих, ну, фабрично-заводского, промышленного рабочего класса меньше, ну, даже если 10 миллионов, то это вот капля в море, а там, то есть, мы можем теперь только, так сказать, пока еще изучать историю и предполагать, какая колоссальная революционная энергия содержится в рабочем классе, которая еще пока себя не проявила в наше время, но которая проявила себя в то время, и тогда, конечно, было, так сказать, на таком подъеме восьмичасовой рабочий день вводить удавалось. Скажем, Ворошилов прославился тем, что это не только, значит, первый наш маршал, который повел бой в 30-е годы, да, он повел бой сначала своих товарищей, актеров, и вот был председателем стаичного комитета, или во всяком случае крайне активным членом, и вот требование тоже было сокращение рабочего дня, вот, Сталин был, помните, эту же школу прошел, то есть, все видны большевики, ну, или большинство, они прошли школу борьбы за сокращение рабочего дня, и очень ярко, так сказать, на этом фоне и выделить, да, вот, тем не менее, когда началась контрреволюция, значит, отыграли это дело, но уже не до предреволюционного уровня, ну, окончательно вопрос о восьмичасовом рабочем никогда разрешился, понятно, когда, когда рабочий класс установил свою диктатуру, и убрал этот барьер в виде класса капиталистов, который, значит, препятствовал сокращению рабочего дня, даже несмотря на то, что, как показал Маркс, по идее, сокращение рабочего дня совместимо с увеличением прибавочной стоимости, с увеличением нормы прибавочной стоимости, с увеличением нормы прибыли, потому что удлинение рабочего дня и за счет этого увеличения прибавочной стоимости, это производство абсолютной прибавочной стоимости, а есть производство относительной прибавочной стоимости, когда в рамках одного зафиксированного рабочего времени для рабочего дня сокращается доля необходимого труда и увеличивается доля прибавочного труда. То есть повышение производительности используется для уменьшения стоимости предметов потребления, и значит нужно меньше работать для того, чтобы заработать на предметах потребления и больше отдавать капиталистам в виде прибавочной стоимости. И сегодня по расчетам Олега Анатольевича Мазера мы знаем, что норма степени эксплуатации уже 1 к 7, то есть 1 час необходимого рабочего времени. И 7 часов прибавочного рабочего времени. Вот до чего дошла производительность, как она используется в условиях каплистического общества. Значит, в условиях социалистического общества картина была такая, намечалась, что сокращение рабочего дня – это было важнейшее направление уничтожения классовых различий. Почему? Потому что пока сохраняется такое деление, даже в условиях господства общественной собственности, даже при диктатуре Петриата, что есть класс, закрепленный преимущественно за выполнение производительности труда, а есть социальный слой, который вне этого производительного труда или эпизодически его выполняет, ну тогда сохраняются существенные социально-экономические классовые различия. Поэтому вот Михаил Васильевич еще попов, я имею в виду, в 80-е годы написал, что, так сказать, вот бесклассовая природа коммунизма, конечно, есть, но сохраняется рабочий класс, и это одноклассовое общество. А где второе? Ну нет, вот, а класс рабочий есть? Есть. Вот это очень интересная такая штука, что тоже сбивалось с толку. Ну, раз, так сказать, нет антагонистического класса, то вообще какая тут классовая борьба? Так а вот класс-то остался один, он не уничтожен. А что стоит на пути уничтожения классов различий? Так вот как раз слишком продолжительный рабочий день. Да, 7 часов рабочий день, это был еще слишком продолжительный рабочий день для того, чтобы все поголовно участвовали в управлении и участвовали в равной степени. Для того, чтобы все поголовно обучались теории и практике основам научного производства, и для того, чтобы было определено разделение людей на... на специалистов и на рабочих, которые различаются по характеру своего труда. То есть шаг-то был сделан, и действительно мы имели самый короткий рабочий день. Я вот читаю сейчас биографию Тельмана, они еще там борются, я имею в виду немецкие рабочие, 20-е годы, за то, чтобы как-то 8-часовой рабочий день, потому что у них все 9-часовой, они за это все борются. А у нас ввели государственной рукой 7-часовой рабочий день, и к 35-му году 80% советских рабочих, промышленных, работали по 7-часовому рабочему, самому короткому рабочему дню в мире. Вот на этой базе выросли и очень эффективные формы участия в управлении в виде шефтозаводов с парадом, в виде социалистического совместительства, когда рабочие выполняли ответственные функции, поработав на производстве, выполняли ответственные функции в государственном параде. Это на базе сокращения рабочего дня. Партия совершенно определенно знала, и товарищ Сталин об этом говорил, что вот введение 7-часового рабочего дня открывает новую страницу участия в трудящихся в управлении, рабочего класса в управлении. Значит, надо сказать, что, казалось бы, тут какая борьба, но раз мы сказали, что диктатура сохраняется, и она сохраняется не только в переходный период, она сохраняется и после уничтожения, так сказать, антиминистических классов, и остается один класс, то классы выбора сохраняются. Почему? Потому что слой, который закреплен за выполнением труда непроизводительного, специалисты или управленцы, живет за счет прибавочного труда рабочих раз и за счет времени, сэкономленного в производстве два. И надо понимать, что заинтересованность, объективная заинтересованность в уничтожении классовых различий у этого слоя значительно слабее. Почему? Да в силу того, что условия труда куда благоприятнее, чем в рабочем, в силу того, что сам труд куда содержательнее, чем в рабочем, в целом я имею в виду. Ну и, конечно же, не действуют такие вредные факторы, которые производятся и так далее. То есть, поэтому, конечно, и интеллигенты, конечно, и управленцы в социалистическом обществе тоже выигрывают от уничтожения классов, но они выиграют в меньшей степени, и поэтому не так спешат. И здесь возникает какое-то требование. Представь себе, вы идете вперед, с вами тоже в том же направлении кто-то идет, ну, как бывает, ребеночка ведешь, ты идешь быстро, а он все медленно. А тут не ребеночек, а не упирается. То есть, это очень существенно, возникает противоречие. И оно как может разрешаться, как мы с вами понимаем, по пути сокращения рабочего времени, прежде всего, рабочего дня? Ну, для этого нужно, так сказать, проводить эту линию на интересы рабочих, прежде всего, самих рабочих привлекать к управлению, и чтобы они в партии эту линию проводили, чтобы они были приставлены у руководящих органов партии, и не давали партии куда-то свернуть. Это должны быть сознательные рабочие европейцы, а во-вторых, рабочие. И вот Ленин, когда, значит, думал о том, как вот упрощить партию, помните, он советовал, что ввести рабочих 100 от станка в ЦК, по части раскола. Это ведь не только раскол. Раскол-то была 7-минутной ситуации. Это вообще по части того, чтобы линия по стране уничтожения класса проводилась. Ну, как-то не очень была эта идея реализована. И тут как Сталину тоже вроде пенять. А что, при Ленине ввели тогда этих рабочих? Да, почему надо было дождаться там 22-го года, а не в 18-м году найти 100 рабочих, которые бы в ЦК были? Ну, короче говоря, вот надо было еще негативным образом убедиться в том, что это вот совершенно необходимые условия для уничтожения классов. То есть, о рабочем и аппарате и государственном, и партийном, и самой партии тоже, руководящих органов. То есть, рабочие должны были бороться в лице своей авангарда. А, разумеется, против них боролась вот вторая тенденция консервации этого разделения труда. И тоже под благовидными прилуками там были основания, что говорили, что сокращение рабочего дня и уход рабочих из производства наносит ущерб в выполнении производственной программы. А как всегда, производственные программы надо было выполнять в условиях военной угрозы, в условиях индустриализации, квалифицированных кадров не хватало. И как тут дефицит? Вот сейчас тоже дефицит. Поэтому никак нельзя сокращать рабочее время. Сейчас однозначно, как видите, проводят линию на три смены, значит, и по 19 часов. Две смены тогда, если по 19 часов, так и две смены. Ну, а там, где три смены, значит, по 8 часов. Какое же сокращение времени, когда вот так и там такие доводы приводились, и что это было? Это же было понятно, что... То есть, всегда найдутся доводы, чтобы отложить сокращение рабочего дня, прежде всего, и сокращение рабочего времени у рабочих. Всегда найдутся доводы. И они находились, в том числе, и при социализме. Так вот, значит, когда упразднили диктатуру патриата, в результате Хрущевского переворота, то, конечно, похоронили и не только идею, но и практику сокращения рабочего дня, прежде всего. Вы помните, ввели 8-часовой рабочий день, по долговидным прилагам шел один выходной. Значит, на будних людей взяли целый час, а с учетом транспортных проблем города-то росли, это уже, на самом деле, было больше, чем час. И, в общем, свертывание участия в управлении было, так сказать, нарастающим темпом. Ну, это пришло, вот, как мы видим, капитализму, который линию на удлинение рабочего времени подхватил и продолжает, и чего только не делает. Поэтому снова ставит необходимость борьбы за сокращение рабочего, прежде всего, дня. Но это, так сказать, осложняется борьба еще такими обстоятельствами, что повысили, как вы знаете, пенсионный возраст, и в этих условиях от рабочего требует не только каждый день больше трудиться, но и больше дней в жизни трудиться, да, рабочего дня, что, конечно, несовместимые вещи, то есть, если вы удлинили рабочий день, то полная гарантия того, что большинство будет не доживать до 65 лет, и вот совсем недавно прошла статистика, что в России большинство мужчин, 52% не доживает до 65. Я думаю, если взять его в классовом разрезе, как-то у нас статистики не любят классовую провести, что а сколько рабочих не доживает, то, что, разумеется, вот доля рабочих, не доживающих до 65, будет значительно выше, а после того, как ввели такой повышенный режим рабочего времени с удлинением рабочего дня и с отпуском и так далее, этот фактор сокращения продолжительности жизни будет еще активнее действовать, поэтому борьба просто очень актуальна. Мы понимаем, что сейчас выставлять в прямую лозунг сокращения рабочего дня нельзя, а надо его вставлять, тем не менее, лозунг сокращения рабочего дня в каком виде в форме выделения времени для обучения производственного техники безопасности, военного обучения, все то, что диктуется обстановкой, да, и все то, что ведет к повышению производительности труда в нынешних условиях, потому что главный резерв увеличения объема выпуска, хоть сегодня, хоть завтра, хоть через 5-10 лет, это не напряг, не повышение интенсивности труда, о чем совершенно справедливо говорилось на очередном заседании Российского Комитета Рабочих, о повышении производительности труда, то есть, его результативность в единице рабочего времени, вот главный резерв, и сегодня, если есть проблемы с оборудованием, то речь идет о рационализации производства, о поиске каких-то новых технологических решений, кто будет искать эти решения, и кто будет осваивать эти решения, рабочие же должны это сделать, для этого надо выделить время в рамках рабочего дня, это потом окупится, повышение производительности труда, но опять капиталисты вот по этому пути не идут, уже прикрывая святым делом обеспечение обороноспособности страны, потому что это связано с организационной работой, это связано с тем, что они сами должны к этой ситуации адаптироваться, тут много чего сделать, и проще катиться по колее такое, тем более, что вот, знаете, как монополисты не любят понижать цены, чтобы не приучать людей к понижению цены, так и капиталисты, даже не будучи монополистами, не любят сокращать рабочее время, то есть отрывать людей из танка, чтобы, не дай бог, люди к этому не привыкли, не стали потом уделять время там профсоюзной деятельности, и так далее, вот у них это какое-то классовое такое чутье капиталистов, что не надо рабочих по возможности, но не надо, только в крайнем случае как-то, вот уж когда-то совсем деваться некуда, поэтому вот они так себя и ведут, так себя и ведут. Ну и мы знаем, что, конечно, эта линия на удлинение рабочего времени продолжается, и не только в рамках рабочего дня, а в рамках рабочей жизни, мы видим, что вот совершенно удивительная, что называется, вещь, я бы сказал, еще и возмутительная вещь, с решением о том, чтобы повысить пенсионный возраст, во вновь присоединившихся регионах России, ну там, где прифронтовые, ну там, где особые тяготы, ну это просто недопустимо, то есть люди не думают о том, как будут, так сказать, обеспечиться ресурс труда в перспективе, а вот проблемы решают, чтобы как-то поменьше израсходовать из пенсионного фонда, и сейчас как-то стало тихо, теперь он называется социальным фондом, да, как-то стало тихо насчет его дефицита, потому что, видимо, при таком недожитии до 65 лет проблема дефицита выплаты, средства для выплаты пенсии, как-то решилась сама собой, вот так, чисто по-каклинистически, просто не дожили люди для нее, но это совершенно неприемлемо с точки зрения и рабочего класса, и с точки зрения перспектив развития, потому что нам надо сохранить старшее поколение рабочих, для того, чтобы передать опыт новым поколениям, которые вот сейчас как будто бы стали готовить, ну и вроде бы готовят, да, но тем не менее, если вот не будет наставников, если не будет людей знающих, опытных, то все это дело провалится, все это дело провалится, поэтому сегодня требование и необходимость борьбы за сокращение рабочего времени и прежде всего рабочего дня никуда не делась, она просто прибрела специфическую форму, когда сокращение рабочего дня требуется не для того, чтобы, ну, пока там отдохнуть или что-то, а для того, чтобы в максимальной степени использовать это для производства обучения рабочих, для развития организационной деятельности, хотя вот такая перемена деятельности будет означать, между прочим, и отдых тоже определенный. Вот что можно сказать о специфике борьбы за сокращение рабочего времени сегодня. Нужно отметить, что здесь, конечно, опять начинается буржуазопекуляция, помимо того, что прямую там вводят под надумными и реальными предлогами, так сказать, удлинения рабочего дня, придумываем всякие вещи типа четырехдневки, вот она, знаете, как эпидемия сезонная, раз возникает, что перейти на четыре дня и говорят, хорошо или плохо, умалчивая о том, а так а четыре дня по сколько будут работать? Потом выясняется, что чаще всего эти эксперименты предлагают сжатие рабочего времени, когда в рамках каждого дня работают по десять часов. Но это, так сказать, никакой не прогресс, это сугубый регресс, как мы понимаем. Но тем не менее, значит, людей этим занимают, отвлекают от насущной потребности биться за сокращение рабочего дня вот в рамках того, что мы сегодня имеем пятидневную рабочую неделю. Я еще раз хочу сказать, что сегодня эта борьба имеет тоже политический характер, но я не знаю ни одной партии, кроме общественного дня, рабочей партии России, которая этот лозунг, так сказать, продвигает, и не просто продвигает, несмотря на всякие обстоятельства. А сегодня, я еще раз говорю, что этот лозунг получил очень такое содержательное наполнение, привязанное к необходимости развития производства в сегодняшних условиях. В сегодняшних условиях. Ну и поэтому надо, конечно, понимать, что успех этой борьбы зависит от того, насколько активно действует общественное мнение рабочей партии России, ну и насколько люди поддерживают, понимающие, что нужно делать сегодня партию, в том числе вхождение в эту партию, ну и, значит, продвижением этого требования в коллективных договорах через профсоюзные организации, через коллективные действия. Надо сказать, что пока эта борьба очень-очень слабо развернута, пока рабочий класс вполне патриотично рассуждает, действует сугубо так, как это видят буржуазии. А буржуазия, как я еще раз подчеркиваю, видит это в виде очень простого шага, удлинения рабочего времени. Это шаг, который в текущих условиях может и решить задачи обеспечения специальной военной операции, но в перспективе будет большой провал. Тем более, и после завершения этой операции, связанной с тем, что люди будут погибать, умирать, и так далее, с тем, что будет обостряться дефицит рабочих кадров, подготовленных не будет. Поэтому все сегодня надо сделать для того, чтобы вот эту борьбу провести в тех формах, о которых я говорил. Прежде всего, в форме развития на предприятиях производственного обучения, повышения квалификации, обучения военному делу в рамках рабочего времени без понижения заработной платы. Спасибо за внимание. Вопросы? Да, вопросы есть. Слушатели Красного университета Поповичев Сергей, у меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, ну, сформулируйте, почему капиталисты, если, допустим, им нужно больше рабочего времени, рабочих часов, почему они не нанимают новых сотрудников, стараясь увеличить продолжительность рабочего дня, ну, продолжительность работы уже существующих сотрудников, уже нанятых сотрудников? Понятно. Вот на этот вопрос очень хорошо ответил, мне так легко отвечать, значит, Маркс в «Капитале», который сказал, что абсолютный интерес капиталиста стоит выкачивать то же самое время из меньшего числа рабочих, чем из большего. Почему? Потому что, если вы нанимаете нового сотрудника, вы должны ему предоставить рабочее место. Это называется постоянный капитал. То есть, это рост затрат. А если вы увеличиваете количество туда выжимаемого из одного работника, то рост постоянного капитала идет значительно медленнее, чем если вы будете нанимать новых работников. Вот поэтому абсолютный интерес капиталиста выжимать больше рабочего времени из фиксированного количества работников, чем нанимать новых работников для увеличения объема труда. А у меня еще такой вопрос. Вы готовы ли ответить на вопрос, насколько выросла производительность труда в России по сравнению с Советским Союзом, то есть, с 91-го года до текущего момента и, возможно, с 17-го по 91-й? Есть такие цифры? Вы знаете, прямое сопоставление очень затруднительно, я вам скажу. Значит так, если говорить об общественной производительности труда, то возможно, она и выросла, но я говорю, очень возможно, и очень ненамного. Почему? Потому что, ну, берем промышленное производство, производство. Вот по оценкам ряда специалистов, значит, оно не достигло уровня 91-го года, там, 80-90 процентов, ну, кто-то говорит, что чуть больше, да, а количество занятых меньше стало, ну, чуть не наполовину. То есть, строго говоря, если вот так считать, то вроде как в расчете на одного работника. Но, с другой стороны, мы знаем, что, так сказать, увеличилось фонд рабочего времени, поэтому вообще производительность надо считать, конечно, в расчете на что? На час рабочего времени одного рабочего. Вот таких точных подсчетов никто, так сказать, не проделал, поэтому я не думаю, что, значит, рост, если и был, то большой. Ну, в рамках того, что вот этого уже времени, я имею в виду, так сказать, последние десятилетия повышение производительности труда наблюдалось, я, например, посчитал трудоемкость, а трудоемкость – это показатели обратной производительности, да, то есть, сколько на единицу продукта требуется рабочего времени. Вот с 2005 года по 2019 год, по моим расчетам, трудоемкость продукта, произведенного в промышленности, снизилась на 29%. То есть, ну, есть прогресс такой, но он не такой же получается и быстрый, да, тут 15 лет на 29%, в советское время, конечно, производительность труда повышалась значительно, значительно быстрее. Картину полную я не приведу, но, например, в начале 50-х годов в промышленности производительность труда увеличилась до 20% в год. Сумасшедшие были темпы повышения именно производительности труда. Такого не было и в Китае даже. Поэтому можно предположить, что, конечно, многократно производительность труда, общественная производительность труда выросла, но включая уже промышленность, сельское хозяйство в Советском Союзе по сравнению с 2013 годом. Может, даже непорядок. В этом нет ничего удивительного, конечно. Ну, а дальше мы топчемся на месте в то время, как другие страны идут вперед. Даже каплистические. Ну, они идут такими шагами, конечно, каплистическими, которые мы в 2-3 раза по темпу прижали в 50-е годы до этих хрущевских штучек контролюционных. Но, тем не менее, они движутся. А поскольку мы откатились, поднялись, откатились, то мы объем промышленного производства, вы знаете, в 90-е годы упал наполовину за 5 лет по сравнению с 1989-1990 годом. Вот сейчас мы все это восстанавливаем, поэтому говорить о том, что есть такой устойчивый тренд на повышение производительности труда не приходится. наверное, вот я еще раз говорю, что он не ниже, чем этот год предреформы. Только надо понять, что прошло 30 лет. Если бы мы хотя бы повышали производительность труда темпом хотя бы 3%, то сейчас это уже было бы кратное, двукратное повышение превышение производительности суда по сравнению с 90-м годом. Никакой кратности быть речи не может. Я не знаю, если там у товарищей нет вопросов. Опять я же. А вы не могли бы поподробнее осветить вопрос, вернее, историю перехода в Советском Союзе от 7-часового рабочего дня к 8-часовому? И почему получилось именно так, что стала 5-часовая рабочая неделя, вроде бы это как бы немножко противоречит коммунистическим идеям о сокращении именно рабочего дня, и чтобы человек больше, как бы получается, что надо сокращать рабочий день, но при этом, чтобы не сокращалась рабочая неделя. Почему на это пошли? Так, ну, так сказать, предыстория очень простая, что, я еще раз говорю, что борьба за сокращение рабочего дня продолжалась при социализме в период построения социализма и после победы социализма. То есть, для этого были объективные основы. Давайте с этого начнем. Поскольку сохранялись существенные социально-экономические различия и больше того, классовые различия, то существовала почва для того, чтобы заменить сокращение рабочего дня курсом на его удлинение. То есть, это объективно. Это объективно. И несмотря на то, что, так сказать, повышение производительности труда происходит, вот нигде из этого не текает автоматически, что будет сокращаться рабочий день у рабочих. Вы будете повышать общественную производительность труда, и это будет, и это пока реализуется в какой форме, что все большее количество времени уходит в сферу непроизводственную, и за этим временем закрепляются люди, занятость в непроизводственной сфере увеличивается, и каких только там людей нет. Ну, я просто, вы сами понимаете. А рабочие все меньше, 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 значит, но вот они все труются с такое же количество времени, и это все так и происходит. Это, так сказать, поэтому в профессионализме тоже такая же тенденция была. Повышалась производительность труда, и можно было сокращать рабочий день, не скажем, уже на 17-м съезде партии, это я к тому, что вы не думали, что 65-й год упал с неба. Это история борьбы, одна из вех ее. Уже там на 17-м съезде партии в 34-м году говорили, что пора переходить к 6-ти часов рабочего дня, как это было записано во второй программе партии. В дальнейшем, по мере роста общественного производительность труда, 6-ти часов рабочий день. При обязательстве трудящихся два часа уделить без вознаграждения чему. Обучение мостового производства, теории техники государственного управления и военного дела. Так вот, вставился вопрос, ну, там предвоенное время, потом послевоенное время, а потом, значит, самое большее, что сделал Хрущев, он восстановил 7-ми часовой рабочий день, самое большее. И на этом, кстати говоря, получил какую-то поддержку, потому что, ну, вот что-то сделал для народа такое, очень заметно, заметно, да, и поэтому как-то проигнорировали факт, что, так сказать, выкинул из программы партии диктатуру патриата при социализме, ну, и выкинул практику диктатуру патриата. То есть, сегодня, так сказать, сократили, а дальше, значит, был открыт путь для чего? Для того, чтобы провести такую хозяйственную реформу, а я бы сказал, экономическую контрреволюцию, когда надо поменять целевые показатели деятельности предприятия, с увеличением производительности, снижением себестоимости и выполнение плана по анклатуре, то есть, потребительность и 웬�ностной ориентации, на увеличение прибыли, да, очень понятна, какая-то родная, я бы сказал, цель для нынешней экономической жизни, вот, увеличение прибыли, может, чтобы главный оценочный показатель и главный фон образующий показатель, то есть, растет прибыль, увеличивается в фонд материального поощрения коллектива. К этому дело шло уже. Вот, 65-й год. То есть, это прямо и было разворот. Ну, а дальше, раз мы хотим увеличивать прибыль, а что тогда для этого надо делать? А для этого надо, по возможности, удлинять рабочий день. И вот уже, пожалуйста, ну, как-то сразу нельзя было сделать. А как вы сделаете? Ну, вообще сделали очень хитро. Значит, 7 часов с минутами, а не 8 часов. А потом вот эти минуты добираются, когда выливаются в целый рабочий день, то тогда черные субботы. А ведь что тут дальше-то? Вы открыли, как это говорят, ящик Пандора или джин из бутылки. Раз рабочий класс и народ принял 8 часов рабочий день, то есть, на час больше, чем 7 часов рабочий день. Значит, можно по этому пути дальше идти. А как дальше пошли? К 80-м годам практика сверхурочная получила громадное распространение. Она в советской статистике так не отражалась. Не отражалась она. Потому что, ну как? Какой советской статистики? Опять советская статистика, которая рисовала эту благостную картину развитого социализма и игнорировала напрочь вот эти тенденции к уничтожению социализма. Так вот, по отдельным оценкам, там нормой стал чуть не 50-50 часов рабочий день. Там была нашумевшая статья в литературной газете в 80-е годы. Вот, смотрите, как работает. Ну, и это понятно. Если народ проглотил переход от 7 к 8, так вы проглотите от 8 к 9, к 10. А тем более там обрало, а тем более платить-то платили. Учет сверхурочного времени был отлажено хорошо. Да, и за это платили. И тогда рабочие начали, что, так сказать, на это идти. Ну, прямо как сегодняшний. Ну, вы хотите заработать, ну так тогда, значит, бог с ним. Мы лучше пообралим. Сначала мы просидим, потом пообралим. А вот такая неритмичность производства была с чем связана? С тем, что качество планирования, так сказать, ухудшалось. Какое тут планирование, если мы на рынок идем? Уже вся мысль была такая, что давайте-ка больше за самостоятельность. А что за самостоятельность? Сам выбираем, что производить. А план? Мы ждем от вас этого, а вы это не произвели. Значит, мы стоим. Там куда-то едем, выбиваем. Выбивало это прямо целой профессией получилась такая, что в Госнаб надо было ехать, выбить, потому что все это вот рушилось. Ну, и, короче говоря, о ком этих проблемах в этом коме скрывался что? Контролюционный курс, который включал, как мы с вами понимаем, вполне каталистическую практику, уведенение рабочего дня. Ну, и поэтому в 67-м году прямо как раз вот, прямо как вот, знаете, до этого в 40 лет манифест о введении 7-часового рабочего дня когда был принят? В 27-м году, к 10-летию октября. А здесь к 50-летию октября, ну, какое-то надо было манифест. Вам мы дарим, даруем, сказать, еще один выходной день. Ура, ура, ура. А то, что это обернулось одним часом на будник дополнительный, то есть, сокращения рабочего дня-то не было. Точнее говоря, рабочей недели не было, а удлинение рабочего у меня получилось. Это как-то вот уже прошло мимо сознания, тем более партия на этом совсем не акцентировала внимания. Хотя, хотя, должен сказать, что некоторые рабочие уже так трудились, на таком пределе, при 7 часовом рабочем дне, что они просто сказали, мы не потянем. Кто это, что за рабочие? Это рабочие были, Ивановские ткачихи. И вы знаете, что, так сказать, я вот открыл для себя, мне товарищ Лапшин из Иванова прислал книгу, которая говорит, что вот обратились они к этому Косыгину, дорогому Косыгину, который был инициатором этой хозяйственной формы, сказал, что мы не можем. Какой еще 8 часов рабочий день? У нас такая тут нагрузка, и им оставили 7-часовой. Так что не надо удивляться, то есть, если курс взял, был взят на уничтожение социализма, то, соответственно, курс на сокращение рабочего времени был отброшен и заменен на прямо противоположное. Спасибо. Все, мол, сейчас за вопрос? Да, все. Я так понимаю, что проблема предельно ясна. Тем более, что мы каждый год выступаем по этой семье. Ну, тогда спасибо, Александр Владимирович. Все, до свидания. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok